Незадолго до празднования 30-летия архиерейской хератонии, архиепископ Люблинский и Холмский Авель совершил чин освящения Кроеугольного Камня в основании нового храма в Турковической Покровской обители. И это событие еще раз подтвердило, в Люблинско-Холмской епархии совершается ежедневный кропотливый труд возрождения православия. 30 лет назад, когда сама епархия на древних холмских землях, опустошенных переселенческими компаниями православного населения, была возрождена, и управлять ей назначили нового рукоположенного епископа Авеля, здесь было только несколько приходов. Сейчас их уже более 30, почти полсотни новых престолов. Все это результат старания владыки, ныне архиепископа Авеля, отмечал нам в интервью для программы архипастырь, предстоятель польской православной церкви. За это время заново была отстроена церковная жизнь, была возрождена и монашеская жизнь. В этом регионе у нас есть старый монастырь святого Ануфрия в Яблочине. Имеем также возрожденная жизнь монастыря в Турковичах, который был полностью уничтоженным. Никто и не допускал, что там возродится монашеская жизнь. Но повторюсь, что Господь так управил, что монастырь сегодня есть. И от этого очага лучится свет и тепло, он развивается. Есть и монашеские дома. В Костомлотах преподобного Серафима есть монашеский дом в Галишове. Достижений очень много. Владыка ведь служит очень эффективно. Благодаря ему сегодня эта епархия живет и является важной частью нашей церкви. Пусть Господь благословит Владыку в его трудах, а также благословит епархию на этом этапе своего развития. Гости Владыки, которые приветствовали и поздравляли юбиляра в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Люблина, выражали в своих пожеланиях надежду, что впереди будет еще много этапов возрождения церковной и монастырской жизни. В вашей епархии ранее действовал Леснинский монастырь, который потом во времена Первой мировой войны должен был переехать в другие места и на сей день находится во Франции. Эту икону вышла монахиня Феодосия из прежних сестер Леснинского монастыря, крестная дочь святителя Иоанна Шанхайского. Это такой символический подарок в юбилейный год 30-летия архиерейской хиротонии, вручаясь с той целью, что турковическую обитель вы возродили, а сейчас с помощью Божьей и с этой чудотворной иконой возродите Леснинскую обитель, чтобы она была такой же, как в прежние времена. Это такое мое пожелание, Владыка. Я знаю, что вы это сделаете, потому как все достижения, все блага, которые вы сделали для Любинско-Холмской епархии за 30 лет, невозможно счесть. Их как звезд на небе. И осталось только возрождение Леснинской обители. Примите этот образ, чтобы он вам помогал осуществить это пожелание, Владыка. Сам же юбиляр, архиепископ Авель, считает, что одно из главных изменений, которое произошло за последние 30 лет, произошло именно в сознании православной паства. Еще в середине 20-го столетия православные в Люблинском крае были гонимы. Затем немногие, вернувшиеся в родной край, терпимы. Вследствие такого положения многие стыдились своей веры и национальности. Сейчас, когда возрождается церковная жизнь, возрождается и осознание величия православного наследия, культуры, причастники которой все менее скрывают свои корни в католическом окружении. Сегодня остались, может, единицы, которые еще не имеют смелости показать себя перед людьми православными, показать свою принадлежность к православию. А большинство наших верных с большим достоинством гордятся тем, что являются православными. Еще одним сопутствующим, но не менее важным изменением является и появление интереса к православному наследию, духовности в католической среде. Учитывая тот факт, что часть католического населения Люблинского края имеет восточнославянские корни, эти люди благодаря просветительским проектам православной Люблинской холмской епархии знакомятся с той традицией, которой жили и которую творили их предки. Многие поколения православных холмщины. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Люблин, Польша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!